Привет, Селигер! Ты смотришь телеканал Синергия. Это программа «Разговор в квадрате». Программа, в которой каждый день появляются самые интересные гости Селигера. И сегодня на этом прекрасном белом диване вместе со мной будет вести эту программу Сергей Воронин, фото-журналист, куратор смены фото-журналистика. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вообще цель вашего приезда в Селигер? Что будете здесь делать, лекции какие-то? Вообще я свободный свой фото-журналист, но тем не менее занимаюсь своими личными проектами и давно, лет десять не работаю уже в каких-то системах, в каких-то редакциях, но я все время сотрудничаю. А на Селигере, оказывается, я третий день, третий год. Первый год я попал, это был десятый год, мне пригласили с моим проектом, фотопроектом, чтобы я его показал участникам Селигера. Мне выделили шатер Медведев, такой был шатер в центре, знаменитый. И три дня я там показывал свой проект, посвященный там молодым, в общем, поддержку семьи, такой социальный проект. Естественно, я познакомился с Селигером, и на следующий год мне позвонили, предложили возглавить или помочь им сделать. Вот я второй год мучаю здесь. Мучаетесь? Да, это очень тяжелый труд. Ребята вообще как себя показывают? Они стремятся задавать вопросы, связанные больше с заработком на фотографии, или пытаются как-то именно проникнуть в суть какого-то творчества. В общем, что касается вообще, поскольку, значит, я руковожу творческим процессом, ну и одновременно еще и организую много всего чего, я подбираю лекторов, то есть преподавателей по тому принципу, где больше всего речь не идет не о бизнесе, а о творчестве. То есть мы практически на 80 процентов, ну, может, на 70, говорим о том, об искусстве фотографии, об искусстве журналистики, о том бизнесе, о том, как продать, как реализовать себя. Как реализовать себя, да, но это же еще не бизнес. А как заработать, это, конечно, самый больной вопрос, но они об этом еще не должны думать. Они должны думать о продукте, о том, что они могут сделать, но они еще, большинство из них очень слабые, для этого они приезжают сюда, чтобы научиться всему этому. Поэтому, а вопросы они не задают, ни одного вопроса не было, как заработать. Потому что с первого дня я и преподаватели, которым мы общаемся, мы настраиваем людей на то, что фото-журналистика крайне сложная профессия, которая, вот, Владимир Юрьевич говорил, требует огромной самоотдачи. И когда они, если они отдают все себя, или какую-то часть важную себя работе, то, ну, этому творчеству, они ловят огромный кайф. И после этого кайфа им уже, по большому счету, особо ничего не надо. Если у них вдруг что-то получится, они о деньгах думают второстепенно. Это, мне кажется, принцип. Скажите, пожалуйста, использование фотошопа и других каких-то компьютерных программ именно в фото-журналистике. Оно приемлемо или, скорее, фотошоп это более творческая какая-то на других жанрах фотографии? Просто существует разные поколения фотографов, работающих в прессе. Я начал работать в ТАССе, Владимир Вяткин работал в ВПН. В общем, мы практически в одной системе работали, с разными стилями просто подхода, разными рынками. Нас учили, и мы этому научились, все делать на съемке, все, все, кадрировать все, ничего. Поэтому и сейчас мы так думаем. И нас учили думай, потом нажимай кнопку. Сначала думай, а потом нажимай кнопку. А сейчас поколение, которому доступны современные технологии, которые заменяют очень много технических вещей, о которых мы все время думали, и есть возможность снимать как видео. Видео снимаешь, там, 26 или 25 кадров в секунду, и он потом смотрит и выбирает там какой-то один. Или там из тысяч, из тысяч, из тысяч. Некоторые берут количеством, короче. А нас, мы брали качеством. Поэтому очень много интересных людей в нашем поколении. В моем и старше поколение, которые приезжают. Вот Вяткин старше меня. Абрамочкин приезжает. Сейчас вот на подходе буквально, наверное, 100 метров осталось ему прийти. Вильгельм Михайловский. Это мировая величина. Он приехал к нам с Риги. И он будет потрясающие лекции читать. То есть это... То есть Ригера здорово. Скажите, пожалуйста, работа фото-журналиста, она такова, что его может занести в абсолютно совершенно неожиданные места какие-то. Вот вы можете вспомнить свою самую необычную съемку? Любая жизнь, она... Любую съемку, ну если она длится там какое-то более длительное время, чем одноразовая, она связана с образом жизни, с собой, с твоей жизнью. В твоей жизни бытовой, личной, переживаниями, чувствами, любовью, какой-то истории. По большому счету, на взгляд, это война. Наверное, Вяткина война. Ну, может, у него еще что-то. У него больше тем было в жизни. Я думаю, что война для меня оказалась самая, не то что впечатляющая, а определяющая мой жизненный путь творческий. Когда началось все эти вещи, то я как молодой журналист считал, что надо быть честным. А чтобы быть честным, надо снимать и ту сторону, и эту сторону. А речь идет о гражданской войне. То есть не идет, а ведь отечественные напали на нас, вот враг, а вот жертва, вот агрессор. Здесь не поймешь, кто жертва, кто агрессор. Ты журналист, находишься между ними, и тебе надо убрать, ты очень сложный. Тебе сложнее даже, чем тем, когда ты сидят по обе стороны в окопах, стреляющие, рискующие жизнью. Морально очень тебе тяжело, потому что ты знаешь, что и эти неправы, и эти где-то неправы. И я хотел именно об этом сказать. И эти истории, связанные с моим ранением, с контузией, смертью людей, ну не то чтобы в кадре. Ну да, почти в кадре. Но вот я думаю, тогда, когда настоящие мужские качества вдруг проявляются в человеке, который с тобой рядом просто обычной жизнью, и вдруг, оказавшись рядом, все поступки сразу выявляют. Это все запоминается всю жизнь. И ты о большом счету, ты себя узнаешь. Это здорово рассуждать, когда остаешься жив, но и при этом ты выполняешь свой долг профессиональный. Не просто пошел там адреналинчиком другим помешать. Вот я думаю, что таких случаев было несколько. И они определили будущую творческую жизнь. Я вам скажу важную вещь. Когда я уже прошел какой-то путь, где-то 30, наверное, когда меня ранило, и когда я попал в ситуацию, где должен был, наверное, и погибнуть, у меня уже было двое детей, семья, дом, маленькие дети еще, которым нужен отец. Когда я выжил, я понял, что больше я никогда не пойду на войну раз, не хочу рисковать жизнью. Каждый свой выбор. Вот у одних мастеров, у них ничего нет в личной жизни, как вы знаете, все ради фотографии. А у меня, к сожалению, или к счастью, я думаю, к счастью, компромисс. То есть я не отказался от семьи, от детей, от внуков. И это, естественно, отнимает много сил физических, от творчества профессии. Поэтому, может быть, я меньше сделал, но ни о чем не жалею. Потому что жизнь человеческая, дети, семья, мне кажется, дороже любой профессии. Фотография, которая вдруг отпечатается во всем мире, во всех газетах, да, она важна, там какое-то событие важное, и оно может влиять на какие-то процессы, все равно не стоит улыбки твоих самых близких людей. Скажите, пожалуйста, у фото-журналиста должно быть понятие о цензуре. Что можно снимать, а что нельзя? Знаете что, я хочу сказать о талантах. Значит, есть мастера, есть люди, которые… Я все-таки что-то мне Бог дал, и я рассуждаю только о тех талантных людях, которые могут успеть очень многое. Они… Как вопрос еще раз? Должно ли быть у фото-журналиста понятие о цензуре? Значит, они должны успевать и снимать то, что для редакции, при этом не кривя душой, и еще успевать посмотреть по сторонам и увидеть то, что в данном случае не нужно задание, но это все… Это ему интересно. И он там же все это снимает. У него хватает сил перестроиться, посмотреть налево-направо, остаться, задержаться. То есть он, допустим, поехал там снимать, ну, допустим, парт-актив, доярок. Он остался там несколько дней, потому что ему что-то понравилось. Природа, люди, ветераны, что угодно. Он остался даже, потом вернулся и привез в гору материалов. В этом называется неравнодушие, любопытство, любовь к людям. То есть… А самое главное качество фото-журналиста, я считаю, ну, все же через себя, он должен любить людей. Вот Михайловский приехал, вот Эмметр и Вяткин, их природа человеческая, она настроена на любовь. И вдруг сегодня понял одну вещь или вчера подумал, когда я слушал лекторов, я думаю, самые талантные, самые известные люди у нас в России только, это те, кто к людям, своим героям относился очень бережно. И они самые талантные. А те, кто это меньше всего делал, но делал хорошие карточки, они сейчас, ну, не в забвении, но к ним друг по другому относятся, поколение современное. Ну и так вот. Скажите, пожалуйста, когда молодой фотограф, фото-журналист делает только-только свои первые шаги в этом сложном мастерстве, на что он должен первое дело обращать внимание? На то, как он снимает, чем он снимает, что он снимает, как он думает? Ну, он когда берет вдруг камеру в руки, ну, он это делает бессознательно. Ну, думаю, да. Как и я, например, когда-то делал. Взял, пошел поход, надо было снимать для чего-то. Вот. И вдруг у человека получилось что-то. Он начинает это людям показывать. Короче, как только. Он может долго это держать, камеру, значит, только у него не получится какой-то кадр интересный, который оценит его ближний круг, он может почувствовать. Потому что иначе это такая техническая профессия, ее природа не существовала. Живопись существовала всегда. Чем угодно можно. Человек писал, природа писала. А фотографий не было, потому что вообще не было. То есть и правила искусства фотографий тоже придуманы человеком. Все искусственное. Они чему-то подражают, у них вдруг выработался свой стиль, свой устав. Его можно переделать, и фотография будет совсем другой. Потому что ее не существует в природе. Природа не существует. Это все придумано человеком. Поэтому все очень хрупко, все меняется, моде поддается, переосмысливается то или иное отношение к человеку. То гуманное, то не гуманное, то показывать кровь. Ну а что касается молодых, то цензура, она должна быть внутренняя. Для этого и здесь мы говорим, что не существует такой страшной цензуры. Никогда не существовало. Что вот пришел там, да. Я коммерсанте проработал 8 лет, пока меня, собственно говоря, не выгнали оттуда. Я был ветераном в первом составе и так далее. Но я умудрялся находить возможность поехать туда, где мне интересно своими темами. Просто надо быть, интересоваться миром и снимать. И когда ты вдруг получился, эта работа его всегда найдет, своего читателя, если она качественная. Найдет, и никакая цензура не запретит. А посредственный продукт, понимаете, его ему никто и не напечатает. Хороший, он плохой, там, политически такой ориентированный не туда или сюда. То есть это вообще не важно. Качественная картинка всегда найдете. А для этого надо учиться. Скажите, пожалуйста, вы сами, помимо того, что занимаетесь фото-журналистикой, любите ли еще какие-то, ну, может быть, там, постановочные съемки? То есть как-то вы еще... Я мастер постановочный. Коммерсанте, значит, по три съемки в день делал, проработал здесь. То есть абсолютно репортер. Ну, я сейчас все это забросил. Ну, а потом я стал журнальным репортером. Я снимаю темы, очерки, цвете. Такие, знаете, вечные, ну, несобытийные. Рассказы люди, герои. У меня известных очень людей снимал. Там, Герда, Вишневскую, с ними ездил куда-то. То есть это достаточно серьезно. Это и общение, и контакт. То есть я переключился на темы, на темы, которые волнуют 99% людей. Это обычная жизнь. Самая обычная жизнь людей волнует. Вы посмотрите по телевизору, что они больше все смотрят. Мыло какое-то, где любовь, наркотка, понимаете? А не воины. Воины – это все. Это все аномалии. Их есть вообще люди. Большинство людей не видят только по телевизору, что мы там, страшилки эти. А их интересует, кто там, соседи живут, как они любят, как обнимаются, во что одеваются, как они учатся. Вот это все, все нашу жизнь составляет. И наше дело – рассказать о самых, там, найти среди этой массы героев. Вот и я этим занимаюсь. Обычная жизнь обычных людей, кстати. Я звезд не снимаю. Потому что не люблю их. Я, например, по жизни социально ориентированный. Это я понял еще 30 лет назад. Мне интересует простой народ, большинство его. Я его понимаю больше. Спасибо вам, дорогие телезрители, что были вместе с нами. Это телеканал «Синергия». В эфире была программа «Разговор в квадрате». У нас в гостях сегодня был Сергей Воронин, фото-журналист, куратор смены фото-журналистики на информпотоке «Селегер-2012». Не переключайтесь, потому что на «Селегере» просто некуда переключаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова